И выслал его Бог Всесильный из сада Эдена, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал человека. И поставил к востоку от сада Эдена ангелов и пламенный меч, вращающийся для хранения пути к дереву жизни. Вот здесь изгнал. И написано, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Да, то есть изменять желание. Земля — это желание. Эра трацион. Чтобы изменять самому прийти к такому состоянию, когда он вынужден изменить свои желания на обратное. То есть на отдачу. То есть он изгнал, чтобы начать исправляться. Да, чтобы постичь свое настоящее состояние и пожелать то состояние, в котором он был рядом с Творцом. Для того, чтобы его оценить, для того, чтобы его пожелать, для того, чтобы использовать его на самом деле верно и во всю мощь. Для этого он должен оценить его из противоположного состояния. Ой, для чего у ворот райского сада стоит ангел с пламенным мечом, для того, чтобы охранять это древо жизни? Для чего поставлено... Все наслаждения райского сада получить в аду. Для себя. Чтобы, да, всосать в себя. Вот чтобы такого не случилось. Поэтому стоит особое свойство, особое препятствие на пути, что только тот, кто может уже инверсно на самом деле изменить себя, отсечь от себя этот эгоизм, намерение ради себя. Он проходит через этого ангела, через эту силу, через это условие, когда ты обязан, то есть необходимое и достаточное условие, когда ты обязан, нет другого условия, отсечь от себя намерение ради себя. И с тем же желанием, только без намерения, ты входишь в новое состояние райского сада, в состояние отдачи. И начинаешь получать намерение на свое прошлое желание, начинаешь получать намерение отдачи. И таким образом ты начинаешь ощущать все в обратном свете, в свете отдачи. И тогда ты ощущаешь это все не вне себя, маленьким, замкнутым, ограниченным, а вне себя, то есть в состоянии абсолютно открытым, бесконечным. Ты входишь в другое измерение.